и вот я снова на своем месте честно говоря я поражен вчера я оставил вот здесь хлеб маленькой гречки и балку своей недоеденной тушенки как видите тушенка замерзла там не тушенка там жир с водой по хлеб если видно на видео покрыт снегом и его прихватила измарусью сегодня холоднее чем вчера вчера было около нуля температура а сегодня легкий морозец вот я поражен что никто не позарился на мои подаренные продуктовые запасы вот здесь рядышком где-то на сосне даже может быть слышно стучит дятел это опять малый пестрый дятел я слышу его щелканье стук по дереву клювом вам наверное это не слышно и никто не приходил следов присутствие волков кабанов мишек и прочих зверюшек нет в том числе и птиц одно из двух либо они не прочухали это место хотя я говорю вчера летала пара воронов семейная парочка либо они просто в лесу не избалованы в зимнем лесу не избалованы таким вниманием человека и поэтому даже виде меня возможно не пришло в голову что после меня тут чем-то можно поживиться вот моя сидушка вчерашние мой костер такие вот дела и что я еще хочу сказать во вчерашнем видео я говорил что сделать хочу здесь такую туристическую стоянку куда можно в любое время прийти посидеть у костра что была скамейка может быть столик небольшой даже навес какой-нибудь но сейчас я передумал это делать и объясняю почему мне вспоминается 2010 год когда у нас в марийке горели леса выгорели огромнейшее пространство если ехать например по кокшайскому тракту то там есть одно место проезжая который думаешь что ты попал зону какого-то постапокалипсиса как будто в этом месте упал тот самый знаменитый тунгусский метеорит вот давайте я камеру поставлю на столбик чтобы говорить камеру непонятно сюда вот и как раз в то время когда были эти пожары я пошел на озеро мушаньер тоже так же вот одиночный поход но с ночевкой когда я прибыл на место а что охота сказать то лету 2010 года была страшная жара такая страшная что в лесу просто не было комаров комарам все таки для жизни жизни видимо нужна какая-то влага хотя бы даже тараса конденсат который садится на траву по утру после скажем даже если был жаркий день ночной конденсат сухо было настолько что никакого конденсата просто не было и поэтому комары подохли видимо что с ними случилось не знаю комаров лесу не было и вот кто был вокруг озера яблоку негде было упасть машина машина машины номера в основном были татарские чувашские 16 и 21 регионы семьями с друзьями с девушками ходили все голиком ну смысле в купальниках в плавках и люди спали с открытыми палатками комары тебя не трогали потому что их не было закрыться было душно так вот я что хочу сказать прибыл я на место как раз освободилось одно местечко я заметил что метров там 50 может быть от меня отъезжает машина белый внедорожник полноприводный какой-то видно что семья погрузилась и уехала у меня рядом не было дров вот я пошел посмотреть то место думаю может там дровишками разжиться моему удивлению они уехали не затушив костер и вот три примерно вот такие головни лежали они даже не дымились они горели они горели и кроме этого не даже не пытались залить водой песком что ли присыпать как-то хотя бы расшварять костер ничего этого не было сделано и буквально на моих глазах дунул легкий ветерок и опавшие листва тут березы рядом были еще что-то березы осинки наверное листва занялась и при мне пошла гореть но я слава богу в этот момент оказался здесь я это все дело затоптал затоптал одну головню я унес на свое кострище для разжива костра остальные две я бегал раз 20 с котелком не таким как у меня вчера был маленький а большой алюминиевый котелок тоже походный рассчитанный на группу туристов раз 20 бегал за водой заливал а бегать приходилось вниз почему потому что было настолько сухо что вода в озерах ушла местами там очень глубоко надо было спускаться к низинке набирать воду подниматься наверх но слава богу я все это залил пожара там не случилось свой костер я потом тоже утром разумеется пролил весь полностью когда уходил на следующее утро водой вот и буквально но к делу не относится но все-таки добавлю два слова еще утром я проснулся я понять не мог все в тумане все в тумане люди все спали я тихонько собрался и пошел домой и когда уже был на трассе шкаролинский казанский тракт было все в жутком дыму это был не туман это был жуткий дым фары не пробивали проезжающих машин не пробивали этот туман из дыма это время как раз там горел суслок сурок суслонгеры дым оттуда вышел на нас вот ну к чему я все это говорю к тому что если я здесь устрою туристическую площадку обязательно найдутся такие товарищи руссотуристы которые просто сожгут этот лес оставит непотушенный костер а может быть даже на зло потому что у шпанов и китов у них бывает такая манера идут по лесу так широкую спичками и бросают авось да авось да успеем потушить но как правило таких ситуациях огонь начинает распространяться во все стороны они просто физически не успевает затаптывать ногами и огонь становится неуправляемым вот такие дела поэтому я решил это место оставить в покое приходить я возможно сюда еще буду но как говорят хохлы стильки для сэбэ отделать здесь скамейку столик прочие какие-то причиндалы бивачные я не буду чисто по этим причинам ну и жалко конечно будет если у нашего глухаря не будет место для среды обитания нет где мы будет поесть ягодок исчезнут грибы и даже те редкие птички которые здесь вот дятел вороны летали даже они исчезнут вот такие дела но еще раз повторюсь я конечно был удивлен что за прошедшие сутки здесь не появились не звери не птицы и ничего не тронули все пока на этой бодрой положительной ноте я своим прощаюсь и возвращаясь родные пенаты завтра мне на работу пока пока